что друзья я всех приветствую с вами булкин добро пожаловать на канал булкин драйв и как там пела максим эта певица наверное это мой рай в общем друзья мы приехали забирать покупать новую тачку я не знаю почему так нервничаю так сейчас нас должен встретить пока что еще владелец автомобиля а вот она короче друзья встречайте я купил тачку для души и наконец-таки это бмв м2 я конечно не бмв дрочер вы это знаете а я тут уже рассказываю просто не бмв дрочер так получилось просто здорово короче друзья это женек до 812 он уже засветился у синдиката ты им продавал панамеру да насколько я помню продал м5 батайскую м5 батайскую м5 почти я тебе продал и вот так получилось что сегодня я буду покупать бмв м2 не компетишен не на ручке а я спортом позанималась я заценю сейчас подожди я тут тоже решил спортом так сказать клетку подготовиться на gta 5 рп от нового вышло теперь можно своего перса прокачать так что у него прям там понимаешь рельефы там появится друзья на самом деле если вы еще не начали играть на gta 5 рп на самом крупном на самом лучшем на самом продвинутом проекте в сфере роллплей серого gta 5 то советую начать прямо сейчас тем более сейчас с началом лета ребята реально завезли новые обновы сейчас доступен доступно лет летние квесты лето 21 так скажем целое мероприятие и там можно даже выбивать различные эксклюзивные тачки что очень круто поэтому друзья присоединяйтесь я играю на первом сервере под названием даунтаун и не забывайте про право код булкин он даст вам 12 тысяч грамм валюты а также 10 дней платим на VIP а насчет летнего квеста все максимально просто чем больше вы проведете время в игре тем больше вы получите опыта и тем больше эксклюзивных вещей в том числе машин вы сможете выбить ну плюс еще за выполнение опять же квестов вы также получаете дополнительные уровни реально крутая тема я пока что смог выбить тачку банан и фиатик такой типа кабриолет надеюсь что эксклюзивный мерседес вайбах тоже скоро станет моим увидимся на gta 5 рп вы не поверите какие условия мне предложил жени мне кажется просто вот вот instagram его пожалуйста подпишитесь вот по-братски просто если не твое предложение я бы вот искал компот но компот стоит на два где-то ляма дороже это как бы того не стоит я наконец-таки уже куплю тачку для души все эти rolls-royce и rolls-royce это конечно хорошо но проект проектами а наслаждаться машинами нужно правильно рассказал что прокатился на м2 и влюбился ладно предыстория друзья если что да вот эта фриковая прическа я пока не знаю это временно или нет но так чисто для разнообразия короче предыстория там машину смотришь все нормально пока тачка на диагностике сейчас я думаю там все окитоки мы этот денежки все поедем мы встретились я выпивал и как бы я знал служение 812 м2 я такое думаю блин 0 садись за руль прокатить 0 прокатить проходил так что машина поехал до эвакуатор и бы ничего не наебнулась просто ебанул баллон я могу ставить да у нас есть фотографии как бы я просто понял что это в принципе меня полностью устраивает нахер не нужен компот и потом мы встретились на следующий день я уже прокатился сам и понял чтобы блять все потом мы договорились по условиям еще очень долго очень долго торговались очень долго сторону ну блин ну там как бы про короче ситуации жене нужны деньги очень срочно вот и он мне в принципе отдает тачку за ту стоимость за которую тебя выкупают ее дилер то есть в принципе он ну то на то и выходит а так да чуть меньше ну даже да ладно че то что это что-то меня тут пристызят у все короче да тачку забираю выгодно предыстория реально такая то что прокатились ну правда я первый день не удалось мне прокатиться как прокатились это было четыре утра макдональдс парковка да это было четыре утра можно прокатиться ну или нормально раздала у меня кстати а у меня есть даже кстати тоже я что-то снимал по вам stories не выкладывал сейчас короче вставка будет как оля меня катает да оля короче даже заплакала сплакнула воле тоже понравилось но это ну как бы не то что пожалела что типа там мы не взяли например competition вместо а 45 просто воля пусть ездит на каждый день а 45 я буду на м2 креповать теперь короче друзья сейчас должна произойти сделка все погнали в сервак посмотрим что там с тачкой делают диагностируют и будет сделка погнали погнали там уже компьютер друзья если что они бмв дрочат так на всякий случай просто перед входом в этот сервис бмв сервис смотрю что это семейный автомобиль получает 28 друзья увидели когда-нибудь вам два детское кресло канистра номера все в порядке да есть сразу у меня мысль ну и сейчас сложится вся сделка такие на самом деле видос не выходит просто распил есть мысль сразу короче немножко заколхозить просто превратить немножечко в рест как бы задние фонари фары не знаю фары в принципе и до рестовой нормально при жопу да и приборка потому что приборка здесь довольно таки такая устаревшая на рейсе она приятненькая такая прям шрифтом такой другой но я так понимаю ты уже немножечко же и и так превратил под рест поставив зеркала до карбоновыми и спойлер подсказали сколько так короче она полностью стоковая сюжет была стоковая ну-ка ты вырезанная стоял на ней выхлоп но я буду красиво стерли либо типа не было даже мы будем обязательно решить любом случае ты прокатился настоящего да я уже уже кстати но я не за рулем тоже не катался да я там посидел какой перформанс меня уже прокатили на м2 не competition stage 2 это просто дичь и самый прикол что мы будем кстати шить ее сами там есть один момент это будет тоже очень интересный видос отдельный короче есть планы я не знаю по цвету мне очень нравится цвет на самом деле оригинальный м2 может быть пленку какой-нибудь придумал может нет ну а классно пробег оригинальный 30 получается уже 31 500 все получается минус полтора вот по цене просто я вот жму тебе руку спасибо что мы сошлись на этой цене что это это просто я надеюсь что я покатаюсь там летом может быть к зиме и продам может быть следующему сезон то есть это тачка ненадолго в любом случае я надеюсь и продать просто хотя бы в те же деньги ничего не потеряв именно честно кажется что я оставишь может быть ну да просто как бы я не было дрочер но у мерса нет альтернатив типа ну может быть не знаю может я компот захочу потом попробовать короче тут висели красивые номера мк 555 но жене конечно их забрал с собой и теперь здесь вот эти вот я не знаю у меня как бы все у меня все висит мои все 887 везде где можно поэтому я нам так буду ездить 966 ну как бы типа можно перевернуть либо вот эту одну да либо типа 666 929 что такое блин она кайфовая реально у тебя еще в багажнике оригинальные ноздри хромовые да нахер так она вот так классно смотрится и зеркала еще крышки остались вообще могу их забрать не надо не вот мне нравится реально что черная решетка что карбоновые зеркала еще с ушками то есть прям вообще топчик а по комплектации там принципе обсуждать нечего потому что они плюс-минус одинаковые люк а ты еще руль короче поставил перешил алькантара полностью руль но вообще да такое но в целом посмотрим покатаемся чё как вот чё еще по салону она вообще соска там вообще новый салон по гарантии был заменен да кстати короче у тачки интересная история у владельца до тебя стекло да там выбили было выбито стекло короче да это типа не дтп дтп на ней нет но есть расчет типа там на 300 до получается на 200000 до 200000 все произошло я не знаю что там было у владельца в салоне кто-то подошел разбил вот это да стекло получается боковое вот осколки упали короче туда в салон и он как-то это замутил короче да и решили еще махнуть сидение руль то есть и типа вну салон просто новый на самом же машину утопленник уже не просто не говорит ищите короче и достали из реки напилены были попадала но получается вот скажи мне американец в чем сила разве в день вот и брат говорит у тебя много денег и чего я вот что сила вправо у кого право кто-то сильнее короче это пакетик тут пока часть я понял вот а не знаю я стали задают и не измешь и столичка все покупка совершено друзья где ключ блин я я уже счастлив я еще даже толком я береги мою м5 разбили в первый же день после продажи такое блять не не надо не надо не надо но каской я бы сделал ее пока точка опасненькая она будет действовать думаешь на этой носе я даже не знаю ну типа у нас обычно знаешь как покупка происходит сразу машина появляется в кадре что я купила сейчас процесс покупки был диагностику немножко подсняли короче друзья я испытываю реально прям охренительные чувства потому что за последнее время это первая машина наконец-таки которая купил для вот вот знаешь вот вот для себя прям для души да я это чувствую понимаю это очень классно все погнали в город спасибо здесь вот момент лайки друзья друзья давайте вот еще маленькая просьба реально подпишитесь на инстаграм же не потому что что следующий будет у него тачки интересно то панамера самая дешевая была то м5 м90 с пробегом под сотку да тоже самое дешевое кстати знаешь как-то я сейчас начал пересчитать панамера сомнительная м5 м90 тоже так себе м2 перевертыш м2 перевертыш да что следующий планируешь вообще не знаю не знаю может м4 закажу нормально ты так ну кстати м4 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 классно но я понял короче я понимаю что то тоже не будем выдрочить да то я вообще не бывает ну все давай все еще раз спасибо спасибо все друга погнали в город гонять зачем не гонять по правилам дорожного движения снимать красивые кадры еще раз просто перед тем как мы сейчас стартанем хотел бы прокомментировать одну важную вещь я хер знает как бмв м делают такие роботы охренительные доминик еще этого тоже не прочувствовал я-то просто ездил на м4 я уже ездил на этой машине получается и знаю как вот эта херня работает и сейчас это видимо не будет пока покрытие не очень ну что друзья как на всех м как нету паркинга получается так так вот метра . начал так так честный ручник все вот вот в этой машине да здесь все дубовые здесь все страшнее чем в той же ашки например 45 но это вообще просто вот тут не смотришь вот кстати суши на ощупь приятно и на первый раз полностью алькантаровый руль на ощупь приятно необычно но как быстро он затрется хер знает когда даже я покупала м5 в 90 м5 в 90 покупал для цифр мне эта машина внешне не нравится и об этом говорил постоянно она охренительно едет у нее охренительный потенциал но как бы как это говорится не стояла никогда прям вот а вот м2 м3 м4 в моем сердечке все время были наконец-таки этот момент настал сейчас разжуем более подробно значит что у нас что это не не competition я хотел competition 2 ляма переплачивать вообще не вижу смысла 2 ляма это блять еще можно купить машину я не знаю другую competition поинтереснее разница не в прошивках о пацаны кайфуют чё пацаны отмечаем уже до отмечаем продажу когда продал м2 она давайте а он тебя трещина не видно но она очень видит такую тонкую трещину по клубового ну а ну ладно ничего страшного это все херня главное что технически машина просто тот ценник за которым не продали практически те цены которые были год назад на эти машины сейчас же вы рынок вырос на эти машины где-то на полтора ляма значит competition это у нас с 55 мотор не competition это мотор к сожалению n55 ну как к сожалению он как бы он хорошую надежно тоже имеет потенциал просто с 55 это как бы новое поколение этих трех литровых моторов охренительных просто лучше это лучшие моторы то есть 44 в 8 не сравнится по надежности потому что надежнее этого мотора в принципе даже у конкурентов ничего нет то есть мотор реально топчик но к сожалению вот в competition и с 55 как в м3 в м4 здесь n55 но это не значит он плохо едет все в порядке просто в этом немножко обиды робот тоже надежный так а куда нам ехать мне кажется я сейчас готов ехать вообще куда угодно лишь бы наслаждаться лишь бы наслаждаться лишь бы это не кончалось мне кажется на этой машине вот так типа ну как бы по-другому никак получается представляешь на м2 ездить составы как по льду это причем нормально нормально резине сейчас как по льду на стоковой тачке 370 сил как бы смешно ни о чем казалось бы но жестко нормально как она просто она играюще понимаешь она просто максимально играю еще это делает про работу робота показать как это делается это и в какой машине я не такого такого не встречал только на м2 на м3 на м4 мы останавливаемся просто вот допустим да у нас выключена стабилизация у нас драйв то есть вот просто карабас драйве все нормально для волга пиздата смотри что она делает представь что мы сейчас на ручке и хотим стартануть с буксом что мы делаем мы выживаем сцепление включаем первую сцепление держим разгазовываемся и отпускаем сцепу правильно так это происходит и мы стартуем со шлейфу знаешь что эта сучка делает этот робот делает вот так вот я просто нажимаю газ по сука да 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 в этом вся фишка да она как бы она понимает что если стаба выкручен то есть если я включу стабу она стартанет нормально когда она видит что стабы выключены нажимаю газ пол она как бы подкидывает оборотов бросает сцепление и мы в шлейфе уходим в бытие или где бытие я хуй знает я я просто сейчас кайфую блять у меня м2 наконец-то сука все сдержал свои эмоции блять я пиздец счастлива да и ты не представляешь просто блять похуй на этот что не компот похуй что не на ручке насчет на ручке то что я хотел да это была мечта на эту машину потом был очень сложно было продать на данный момент 1 продается тоже не competition по моему в чебоксарах и могу ошибаться ну где-то не питер москва короче за стоимость на один где-то ну короче больше чем на единицу больше на миллион дороже чем это то есть ну тоже бред да платить за не ликвид ну да наверное я бы тоже получил эмоции от ручки но блять здесь так работает робот что в принципе то ручка не нужна с компотом там как бы на ручек машин нет на роботе цена в 2 на 2 миллиона дороже это тоже полный пиздец а так получается выгодно я надеюсь что сука это будет тот самый случай когда в дальнейшем не потеряю бабки на продаже автомобиля я кайфану сейчас летом погоняюсь по кайфу наконец-таки rolls-royce стоит пылиться надо там как бы мы это все вот это все проект все классно конечно супер я безусловно этому рад но я не езжу гелик ну да есть ашка дарит эмоции круто олина не ездят я тоже как в основном тоже беру покататься остальные там ну как бы корч корчи точнее получается матрешка альтеза а вот это это называется тачка на каждый день если хочешь получить ему то есть типа знаешь вот сейчас состою ну типа начинаю разглядывать ну да как бы ну документ так вот тут как бы вставочки какие-то хармон кордон есть есть играет нормально нормально машинка маленькая компактненькая динамика хватает чтобы слушать музыку на хуя нужна музыка если можно сделать выход который конечно звучит так себе но все равно нужно его сделать чуть придумаем чтобы она стала погромче и конечно же прошьем и как я уже говорил по моему сегодня мы это будем делать сами это будет я буду реально сам чиповать тачку грубо говоря более подробно ближайших видео потому что там очень интересная касса фигня есть я даже не очень знаток в этой системе у меня даже голос дружит просто ну как ну как она не ездить нормальному типа вот объясни мне пожалуйста просто не понимаю там пиздец дымит на самом деле это я без тормоза просто это просто я еду я просто я просто стартую я не те я не исполняю вообще ничего я очень рад и говорю если бы не стоимость я бы наверное не решился взять не компот но вот все так сложилось совершенно случайно и сша мне нравится кстати контакт какую бы я машину не покупал после покупки у меня возникали такие мысли начинаешь задумывать уже сделал а потом подумал и типа ну бывали моменты когда я такой думал блять может быть не надо было это было практически с каждым автомобилем ну типа задумываешься я беру не то что я типа жалел ты начинаешь вот я ролл взял и потом ты вот едешь кайфуешь но все он думает блин а типа недорого ли может не стоило может ну типа там одну и каждая машина по-своему сейчас я вот у меня в мыслях то что я сейчас получаю удовольствие я сейчас кайфую я купил машину мечты я купил машину для себя для души то чего давно хотел этим вот эти вот вот куча пунктов они просто отбрасываются я понимаю еще что я ее могу продать ну как бы дороже вряд ли наверное хотя если долго продавать может быть еще и дороже еще не знаю как рынок потом себя поведет может он цену взлетят но за те деньги за которые купил она точно уйдет и это мне как бы еще тоже успокаивает поэтому я прям не вижу ни одного минуса в этой ситуации и друзья просто я в этот раз подогревал так скажем интерес для самого же себя потому что было все непонятно до последнего в инстаграме подписывайтесь на мой инстаграм вот тут был прям inside правильно сайт ну типа я веду что до видоса на ютубе уже многие знали что я именно эту м2 хочу присматриваю договариваюсь по цене до ларгус я хотел сланчи попробовать потом передум потом хотел боком потом тоже берегу ну слаще типа это бред стартовать но с другой стороны почему бы и нет это резину как-то сжигать ну сука ну она же ну пиздец все я по последним вот знаешь в ощущениям понимаешь если потеют ладошки от машины значит это точно моё тут слова не нужны я думаю по моим эмоциям по моей реакции по моему поведению все прекрасно видно все понятно я предлагаю поехать снимать красивые кадры которые вы скорее всего уже видели или видите сейчас и подытожим подытожим и и и и и и и знаете друзья если честно я даже не знаю как завершить сегодняшнюю серию сегодняшний видос потому что это случилось это наконец-таки случилось долго не случалось и вот огромное спасибо за просмотр ладно шучу впечатление впечатление что она может впечатление что очень напрашивается чип прям вот хоть сейчас я готов был его был бы взять и вот как бы раздушить так скажем этого зверька но всему свое время для стока едет неплохо 370 сил опять же вполне бирнаутит бирнаутит боком едет боком едет немножечко конечно уже от резины по отлетали кусочки но на этом автомобиле по-другому и не бывает честно говоря я удивлен что она пока еще вообще жива эта резина я думаю что к концу вот сейчас закат вот уже практически сейчас солнце то упадет ночь наступит и я думаю что от резины ничего не останется друзья я безумно рад я не знаю я думаю что по моему лицу по моим словам было все понятно и видно я до сих пор пока даже не верю в происходящее не понимаю почему это не происходило раньше я считаю что повезло мне в этот раз надеюсь что повезло и надеюсь что вот сейчас я кайфану покатаюсь и когда придет время продавать я не потеряю на этом автомобиль друзья сразу же огромное спасибо всем заранее за поздравление блин она крутая она реально крутая она драйвовая она дает эмоции малышка которая может назовем это так все впереди много чего интересного по номерам не знаю по рестайлинговым фонарям пока я хочу даже не хочу сейчас думать я хочу просто сесть поехать и дальше кататься поэтому друзья я думаю что на этом будем заканчивать единственная просьба друзья пожалуйста проверьте вот кнопочка подписаться серого ли она цвета если она красная то это не очень хорошо нажмите на кнопочку подписаться нажмите также на на колокольчик чтобы не пропускать следующее видео надеюсь на ваш лайк мне кажется эта тачка заслуживает этого и оставляйте ваши комментарии что вы думаете вообще как как оно как вам м2 просто напишите ваше мнение до новых встреч всем удачи и всем пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok